Итак, здравствуйте. Продолжим наши лекции. Я напомню, что в прошлый раз мы рассмотрели задачу линейного оценивания. Мы вывели уравнение регрессии, то есть мы считаем, что случайная величина окси наблюдаемая. Случайная величина – это ненаблюдаемая. И мы хотим найти линейную функцию. И мы нашли оптимальную линейную функцию от кси, которая давала бы наилучшее в смысле среднеквадрагического отклонения приближение к это. Я напомню эту конечную формулу. Давайте мы ее с крышечкой обозначим. Это функция, собственно, линейная от кси. И она выглядит так. Математическое ожидание. Это плюс. Здесь вот такой коэффициент, который зависит от ковариации кси и это. Поделить на дисперсию кси. И здесь вот кси минус это. Минус математическое ожидание это. Извините. Минус математическое ожидание это. Вот это уравнение регрессии. Это на кси. Если быть более точным, то это линейное уравнение регрессии. Потому что можно и нелинейное еще выводить. Итак, я хочу просто закончить эту тему тем, что показать, какая же у нас будет ошибка при этом оценивании. Давайте выведем ошибку. А ошибка, это значит, мы должны взять это, реальную, эту случайную величину, вычесть вот нашу оценку. Взять в квадрате и математическое ожидание. Поэтому среднеквадратическое отклонение. Давайте посчитаем, что это будет. Вот это минус вот это. Давайте мы представим это вот таким образом. Значит, это математическое ожидание. Я поставлю эту скобочку. А здесь я сгруппирую следующим образом. Я возьму это, минус мат ожидания это. Вот мы из этого читаем вот эту вот правую часть равенства. Теперь минус. Это ковариация. Кси это. Поделить на дисперсию кси. И здесь у нас кси минус математическое... Извините, опять-таки здесь математическое ожидание кси. Математическое ожидание это здесь. Минус математическое ожидание кси. И все это в квадрате. Давайте я уберу. Вот это все в квадрате. Давайте мы посмотрим, что собой представляет вот эта ошибка, так скажем. Или отклонение среднеквадратическое. Ну, возводим в квадрат и берем математическое ожидание. Математическое ожидание от квадрата этого, это дисперсия это. Так что давайте сразу же напишем. Это дисперсия это. Теперь минус удвоенное произведение этого на это. Так, удвоечку поставим. Ну, а что же здесь получается? У нас получается здесь... Это вот как число ковариация кси это поделить на дисперсию. Так, кси. А вот это произведение, когда мы берем от него матожидание, это по определению ковариация. Поэтому ковариация еще раз возникает здесь. И будет ковариация кси это в квадрате. Давайте мы вот так напишем. В квадрате, так. Ну и плюс математическое ожидание от квадрата этого. Ну, квадрат этого, что же у нас получается? Опять-таки, ковариация здесь будет, опять-таки, в квадрате. Так, кси это. А, ну, дисперсия будет тоже в квадрате. Но дело в том, что когда мы возьмем от квадрата этой скобки математическое ожидание, то мы получим еще одну дисперсию. Поэтому мы можем ее сократить, и получится у нас одна дисперсия. Ну вот, фактически мы провели вычисление. Теперь мы можем сделать сокращение, потому что здесь одно и то же. Далее мы можем вынести дисперсию это за скобочки. Ну, ясно, что здесь эта дисперсия появится в знаменателе. И нужно оговориться, что дисперсия эта не равняется нулю. Ну, дело в том, что в случае, когда дисперсия эта или дисперсия кси равняется нулю, то у нас, мы знаем, это случайная величина почти, наверное, постоянная. И тогда эта задача не имеет никакого смысла. Поэтому содержательная часть – это когда дисперсии не равняются нулю. Ну, а что остается в скобочках? Единичка, минус, так? Здесь ковыряться в квадрате кси и эта. Поделить на дисперсию кси дисперсию эта, так? Ну, а теперь давайте заметим, что если мы корень извлечем, то есть будет ковыряться на корень квадрат на дисперсию кси, дисперсия эта. Это не что иное, как коэффициент корреляции. Поэтому все это можно преобразовать вот таким образом. Дисперсия эта умножить на единичка минус коэффициент корреляции от кси и эта. Ну, здесь получилось достаточно выразительное, только в квадрате, да? Потому что все это в квадрате. Минус квадрат коэффициента корреляции. Ну, и давайте обратим внимание вот на следующее обстоятельство. Понятно? Мы знаем, что коэффициент корреляции меняется от минус 1 до 1, так? Ну, квадрат, значит, от нуля до единички меняется. И обратите внимание, если коэффициент корреляции стремится к плюс 1 или минус 1, то эта ошибка стремится к нулю, так? Ну, или равняется нулю, когда коэффициент корреляции плюс или минус единички. Но это согласуется со свойством коэффициента корреляции. Мы же знаем, что если коэффициент корреляции по модулю равен единичке, то это означает линейную зависимость между кси и этой. Поэтому фактически здесь будет равенство почти наверное. Вот вид этой ошибки, как бы, нашей оценки достаточно выразителен и имеет смысл на него обратить внимание. Ну, а теперь мы приступаем к следующей теме. Это параграф 6 у нас. Здесь придется нам немножко обсуждать общие такие вопросы. Назовем его так. Боррелевская сигма-алгебра для сигма-алгебра и общее определение случайной величины. Ну, я оттягивал этот вопрос немножко подальше, чтобы у нас уже была некоторая, как бы, уже теория, некоторая интуиция вероятностная, чтобы можно было уже обсуждать более абстрактные вещи. Итак, давайте опять-таки вернемся к тому, что мы понимаем под случайной величиной. Вот есть у нас вероятностное пространство. Так, это тройка. Омега – это пространство элементарных событий. F – выделенная сигма-алгебра под множество омега. Элементы из F мы называем событиями. Ну и P – это вероятностная мера, которая определена на этой сигма-алгебре. Ну вот, если мы схематично изобразим наше пространство элементарных событий, то случайная величина по существу – это отображение, числовую ось пространства элементарных событий. Ну, давай мы детально рассмотрели дискретные случайные величины, то есть случай, когда кси от омега, это вот кси отображения, конечна либо счетна. Ну, допустим, вот она конечна, простая случайная величина. У нас есть х1, значение х2 и так далее, хn. И все вычисления, которые связаны со случайной величиной, математическое ожидание, дисперсия, мы из вот этого абстрактного пространства перенесли на числовую ось. Каким образом? За счет введения распределения вероятностей случайной вот случайной величины кси. А распределение вероятности – это фактически вероятностная мера вот на этом множестве, то есть на множестве точек, которые являются образом случайной величины. Каким образом? Ну, этой случайной величине соответствует некоторое разбиение, то есть d1 – это прообраз х1, d2 – прообраз х2 и так далее, и dn – прообраз хm. Ну, и мы определили вероятности хкатых как фактически одноточечных множеств, так как вероятности вот соответствующего атома разбиения декатера. То есть по существу мы как бы вероятностную меру отсюда перенесли на область значений случайной величины. Ну, и все вычисления математического ожидания, дисперсию мы можем вычислять через вот это распределение вероятностей, то есть мы можем забыть просто-напросто об исходном вероятностном пространстве. Ну, а что же делать в случае, когда у нас кси от омега уже не является счетным? Не является счетным. Ну, уже так вероятностно так вероятность мы не можем определить. Ну, это мы обсуждали, мы говорили даже вот о том, что когда геометрические вероятности изучали, что даже на отрезке 0,1 нельзя определить вероятностную меру так, чтобы она была определена на множестве всех подможеств. То есть нам нужно все-таки выделять значит в R то есть на числовой оси некоторый класс подможеств, на котором будет определена наша вот эта P кси. Ну, чтобы определиться, что это будет за класс множеств, давайте мы сначала обсудим, ну, какие туда множества обязательно должны войти. то есть мы теперь рассматриваем вопрос вот на числовой оси на R мы хотим наверное ввести сигма-алгебру, потому что как мы уже видели в случае общего вероятностного пространства, вероятностная мера должна быть определена на сигма-алгебру, поэтому мы должны на числовой оси ввести некоторую сигма-алгебру, ну, которая бы отвечала нашим как бы потребностям. Ну, первое, интервалы AB, наверное, должны содержаться в этой сигма-алгебре, так? Почему? Ну, потому что прообразы интервалов нас интересуют. Что такое прообразы интервала? Если мы рассмотрим элементальные события такие, что кси от омега принадлежит интервалу AB, это фактически событие, оно должно быть событием, что кси приняло значение между AB. Если мы о вероятности таких событий не сможем говорить, то тогда теряет смысл само понятие случайная величина, так? Поэтому вот интервалы AB должны как бы содержаться вот в этой сигма-алгебре на числовой оси, которую мы хотим ввести. Второй момент. Но если мы потребуем, чтобы интервалы, вот в данном случае я беру открытые интервалы, чтобы открытые интервалы содержались в сигма-алгебре, ну, давайте мы ее условно G пока что обозначим, так? Например, мы ищем некоторую сигма-алгебру G. Но тогда, тогда, и все открытые множества должны принадлежать G. Почему? Потому что любое открытое множество G открыто в R. Так? Его можно представить в виде не более чем счетного объединения открытых интервалов. Это вы знаете из математического анализа. Так ведь? Ну, потому что берем любую точку из G, берем максимальный интервал и так далее. А поскольку сигма-алгебра должна быть замкнута относительно счетных объединений, счетных пересечений, то понятно, что открытые множества тогда тоже должны войти сюда. Ну, вот, давайте тогда мы рассмотрим несколько более общую схему как бы построения сигма-алгебры по некоторому классу подмножества. Поэтому мы будем рассуждать сейчас в общих опять-таки терминах. Пусть у нас омега некоторое множество некоторое множество у нас будет некоторый класс К некоторый класс подмножество омега сегма-алгебры. вот, мы хотим как бы определить сигма-алгебру, которая содержит этот класс. Но прежде чем вести вот это строгое определение, давайте мы заметим следующее. если у нас есть некоторое семейство сигма-алгебр вот F это и может пробегать как бы любое индексное множество счетное, несчетное, любое. так это семейство сигма-алгебр подмножество омега. Ну, тогда если взять объединение, то мы можем не получить сигма-алгебру, а вот если мы возьмем пересечение вот этих сигма-алгебр, то есть мы возьмем те подмножества омега, которые входят в каждое F и, да, так, то вот это пересечение будет тоже сигма-алгебра. Ну, давайте проверим это. Давайте проверим, что для этого нужно сигма-алгебра подмножество омега. Что для этого нужно проверить? нам нужно проверить выполнение трех простых свойств, так, первое, это то, что омега, ну, давайте мы его обозначим F, вот это пересечение, так, что омега принадлежит F, так, ну, это очевидно, поскольку омега принадлежит каждому F и тому, потому что F и это сигма-алгебра каждая, так, по определению сигма-алгебры омега принадлежит каждому F и Т, а следовательно, омега принадлежит как множество и всему пересечению, то есть, давайте F будем писать, так, теперь, если некоторое A принадлежит F, то тогда это означает, что A принадлежит каждому F и тому, так, для всех и, верно, из индексного множества, но тогда, поскольку каждая F и, это у нас сигма-алгебра, а с чертой тоже будет, ну, то есть, а с чертой это у нас омега минус А тоже будет принадлежать каждому F и тому, поскольку каждая F и, это сигма-алгебра, но тогда по определению пересечения А с чертой будет принадлежать и самому пересечению, так, ну, и, наконец, нам нужно проверить, замкнутость относительно счетного объединения, но это точно так же, это то же самое, опять-таки, мы проведем те же самые рассуждения, если у нас есть последовательность АН, такая, что она содержится, последовательность содержится в этом F, так, это означает, что эта последовательность АН содержится в каждом F и, там, для всех и, так, ну, а тогда и объединение ОН от единички до бесконечности, АН, тоже будет принадлежать каждому F и тому, ну, а отсюда будет следовать, что объединение по Н от единички до бесконечности, АН принадлежит и F, то есть, если мы взяли любое семейство сигма-алгебр, то их пересечения тоже образуют сигма-алгебру, вот, каков здесь вывод, так, теперь давайте мы, давайте я вытру все, что было здесь, теперь давайте вернемся к определению сигма-алгебры, которая порождена каким-то классом подмножеств, так, вот, поскольку мы не можем рассмотреть, как бы, в качестве сигма-алгебры совокупность всех подмножеств омега, то мы вынуждены ну, как-то ограничиваться, ну, и давайте мы подведем определение, определение, пусть омега, ну, давайте так, пусть к некоторый класс подмножество омега, когда через сигма-алгебры, будем обозначать сигма-алгебру подмножество омега, удовлетворяющую следующему условию, следующему условию, ну, давайте два условия сформулируем, вот, пусть это а будет б, ну, во-первых, ка должно содержаться в этой сигма-алгебре, и б, скажем, это то, что если же сигма-алгебра подмножество омега такая, что ка содержится в же, то, и вся сигма-алгебра от ка, вот это вот, тоже содержится в же. Вот, в силу вот этого вот второго условия, сигма-ат ка называется минимальная сигма-алгебра, минимальная сигма-алгебра, рожденная классом ка, классом ка, ну, давайте обсудим, во-первых, почему она существует, так, давайте замечим замечание, вот, из растуждений, проведенных выше, следует, что сигма-алгебра всегда существует, для любого ка и единственного. Ну, как это следует? Ну, во-первых, давайте мы рассмотрим вот в качестве f-итых, вот, опять-таки, это сигма-алгебры, это сигма-алгебры, подмножество омега, содержащие ка, то есть для каждого и, скажем, вот, индексное множество мы берем так, чтобы мы все сигма-алгебры здесь рассмотрели, так, которые удовлетворяют вот этому условию, ну, то есть для всякого и вот это вот наш класс множеств, он называется порождающим сигма-алгебру, так, содержится в каждом f-итом, так, ну, тогда, тогда, во-первых, давайте заметим, что вот это семейство, семейство f-итом, не пусто, ну, почему? Ну, мы можем рассмотреть множество всех подмножеств, ну, например, например, множество всех подмножеств омега, всех подмножеств омега, его часто обозначают два степени омега, вот, как бы, это множество всех подмножеств, класс такой, вот, являет, входит в это семейство, потому что это сигма-алгебра, ну, и она содержит все подмножества омега, в том числе и к, вот, следовательно, пересечение, если мы возьмем по и, так, всех f-итых, оно будет не пусто, так, а оно и будет собой представлять сигма-алгебра, от к, потому что это пересечение должно содержать к, так, потому что каждая f-итых содержит к, и, с другой стороны, оно является сигма-алгеброй, так, ну, и поскольку мы берем пересечение всех, то оно удовлетворяет свойства минимальности, вот, мы доказали, как бы, вернее, мы построили некоторый объект, минимальная сигма-алгебра, порожденная классом К, ну, К называется порождающий класс, так, теперь давайте мы вернемся к ранее поставленной задаче, мы хотим рассмотреть некоторую сигма-алгебру подмножество вещественной прямой, так, ну, на самом деле мы и РН захватим, вот, которая бы удовлетворяла вот, некоторому такому минимальному свойству, поэтому давайте введем определение, определение, пусть в качестве Омега у нас рассматривается вещественная прямая, ну, давайте в скобочках сразу отметим, или РН, собственно, РН нам тоже понадобится, когда имеется в виду Р2, Р3, А, К, это класс всех открытых множеств, открытых множеств, множеств, ну, то есть, либо в Р, либо в РН, так? Тогда сивма от К равная, мы ее обозначаем так, Б, или Б от Р, разница, так? А в случае, когда РН, значит, Б от РН, сивма от К, мы знаем, это уже минимальная сивма алгебра, порожденная всеми открытыми множествами, то есть, с классом открытых множеств, называется Боррелевской, вот термин, сивма алгеброй, порожденная подмножеств, Р, ну, или РН, в зависимости от того, что мы рассматриваем. Ну, вот мы ввели тот объект, который хотели ввести, Боррелевская сивма алгебра. Множество Б, которые входят в Боррелевскую сивму алгебра, ну, мы сейчас будем рассматривать случай вот только напрямой, потому что на РН там все будет аналогично, поскольку порождена открытыми множествами, то как бы понятие открытого множества, оно понятно. Вот. Множество Б, которые содержатся в Боррелевской сивма алгебре, называются Боррелевскими множествами. Вот. Сразу же хотел бы отметить, что Боррелевская сивма алгебра, она не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Вот. Ну, в частности, что она? Все открытые множества. Итак, Боррелевская сивма алгебра, она содержит, ну, по определению она все открытые множества, так? Открытые множества. все замкнутые множества. Потому что замкнутые множества это дополнение к открытым, оно должно, оно также содержит все счетные пересечения и объединения замкнутых и открытых множеств, пересечения и объединения. Но даже и этим оно не исчерпывается. Структура Боррелевской сигма алгебры достаточно сложна для описания, поэтому я больше не буду на этом останавливаться, но хочу обратить на это ваше внимание. то есть вот она содержит все открытые, все замкнутые, всевозможные пересечения, объединения. Но с другой стороны вот что важно. Оказывается, если мы в качестве порождающего множества к возьмем не все открытые множества, а более как бы бедное семейство под множеством числовой оси, то оказывается мы опять можем прийти к Боррелевской сигма алгебры. Ну и вот давайте мы это утверждение сформулируем в виде предложения. Предложение 1. Пусть t давайте обозначим его. так это класс полуинтервалов вида. Ну а я здесь сразу буду рассматривать в основном вот эти полуинтервалы. как бы минус бесконечность х полуоткрытые. Ну а в скубочках напишу ничего не изменится если мы рассмотрим другие. Или например мы могли бы рассматривать полуинтервалы минус бесконечность х открытые. Или например полуинтервалы х плюс бесконечность. Или открытые х плюс бесконечность Ну, то есть мы могли бы вместо вот этих полуинтервалов рассмотреть вот любой из этих, где x пробегает всю числовую овость. Тогда, тогда минимальная сигма-алгебра, порожденная вот этими полуинтервалами, она совпадает с Боррелевской сигма-алгеброй. То есть, если бы изначально мы определили Боррелевскую сигма-алгебру, как это минимальная сигма-алгебра под множество числовой оси, содержащая все открытые множества. Так, порождена открытая минимума. Но вот если бы мы брали минимальную сигма-алгебру, порожденную только вот этими полуинтервалами, мы опять бы пришли бы к Боррелевской сигма-алгебре. Давайте докажем это. Доказательство. Ну, доказательство основывается на том, что сигма-алгебра замкнута относительно счетного числа операций, так? Поэтому нам достаточно показать, что вот сигма от Т содержит открытые множества. Открытые множества. Ну, тогда понятно, если она содержит открытые множества, то минимальная сигма-алгебра должна... Ну, вот это должна тогда и... Как бы поглощать в себе Боррелевскую сигма-алгебра. Но за рамки Боррелевской мы не выйдем, потому что такой полуинтервал мы можем представить открытыми... Ну, как счетное объединение... Или как счетное пересечение открытых множеств. Ну, берем х плюс епсилон и епсилон устремляем к нулю и получим вот этот полуинтервал. Хорошо. Давайте заметим прежде всего, что... Вот такие полуинтервалы А, Б должны принадлежать сигма от Т. Почему? Потому что такой полуинтервал А, Б мы можем представить... Ну, ясно здесь А-Б. Мы можем представить как разность двух таких полуинтервалов. А именно, минус бесконечность Х... Ой. Извините, Б. Минус... Минус бесконечность А. Разность этих двух. Ну, если для наглядности я могу показать. Вот у нас А, вот у нас Б. Если мы берем вот этот полуинтервал и вот этот вычитаем, мы получаем как раз вот А, Б. Так? Вот. Ну, а поскольку у нас сигма алгебра замок относительно всех теоретико-множественных операций, то это тоже принадлежит сигма от Т. Так? Теперь мы можем показать, что и открытые полуинтервалы тоже принадлежат сигма от Т. Ну, как? Опять-таки, мы должны представить любой такой интервал, ну, в виде уже, скажем, например, счетного числа операций вот над такими интервалами. Ну, а в действительности А, Б можно представить как объединение, так? По Н от единички до бесконечности, скажем, вот таких полуинтервалов. А, а здесь Б минус Эпсилом на Н, так? Вот. Где Эпсилом мы возьмем меньше, чем Б минус А пополам. Ну, чтобы не пустой был этот. Ну, если наглядно это проиллюстрировать, то мы взяли вот открытый интервал А, Б, так? Ну, а теперь берем вот такие полуинтервалы, так? А из Б вычитаем Эпсилом на Н. Когда Н увеличивается, мы приближаемся к Б, так? Поэтому в качестве счетного объединения будет открытый интервал А, Б. Точка Б, она не входит ни в один из них, поэтому точка Б не принадлежит объединению. Но любая точка, которая лежит в открытом интервале, она, начиная с некоторого номера, попадет в этот интервал А, Б минус Эпсилом на Н. Вот. Поэтому открытый интервал мы можем представить в виде счетного объединения вот таких, ну, полуоткрытых интервалов. А каждый такой полуинтервал, он уже принадлежит Сигма от Т, мы знаем, так? Ну, а следовательно, счетное объединение тоже принадлежит Сигма алгебры Сигма от Т. Ну, а теперь опять-таки мы знаем, что любое открытое множество это не более чем счетное объединение открытых, даже не пересекающихся интервалов, так? Ну, и следовательно, всякое открытое множество уже принадлежит Сигма от Т, так? Ну, а следовательно, имеет место вот это равенство. Таким образом, это вот важный факт, который мы доказали, оказывается, в качестве порождающего множества можно взять просто вот полуинтервалы. Ну, их можно было бы с самого начала взять и определить так, минимальную Сигма алгебру, Боррелевскую Сигма алгебру, как минимальная Сигма алгебра, порожденная такими полуинтервалами. Но дело в том, что открытое множество – это более удобный объект, и если мы перейдем в РН, или если мы даже перейдем в какое-то там метрическое пространство, то там открытое множество есть, и там можно опять-таки вводить аналогичный объект, как Боррелевская Сигма алгебра, порожденная открытыми множествами. Хорошо. Вот мы обсудили как бы немножко структуру Боррелевской Сигма алгебры. А теперь мы можем ввести общее понятие случайной иречины. Давайте я опять здесь освобожу место. К сожалению, вот в этом параграфе приходится вводить много определений. Ну, потому что мы хотим как бы уже определиться на будущее. Так. Этот результат я пока оставлю на доске. Давайте мы введем теперь общее определение случайной величины. Определение. Пусть Омега Ф В вероятностное пространство. Отображение Ну, или функция КСИ, которая действует из Омега в числовую ось, называется случайной величиной. Это вот уже общее определение. Случайной величиной. Если для любого Боррелевского множества это можно вот так написать так КСИ минус 1 от В но я могу написать это несколько иначе. Так. Это вот как бы второе теперь это множество тех элементарных событий для которых КСИ от Омега попадает в В. Так. Ну, это просто определение того, что КСИ должно принадлежать Ф. Вот этому слову я. Итак, фактически, что же у нас возникает? Вот у нас есть Омега, вот у нас есть числовая ось R. Здесь выделим некоторое сигма-алгебра подмножеств, так, которые называются. Здесь у нас уже теперь тоже есть некоторая сигма-алгебра подмножеств, поэтому здесь мы могли бы уже говорить не просто о числовой оси, а мы бы могли бы говорить об измеримом пространстве. Мы называли измеримое пространство, это носитель, то есть множество общая и выделена сигма-алгебра подмножеств. То есть вот эту пару мы можем рассматривать как измеримое пространство. Ну и получается, что если у нас задана числовая функция на Омега, то это фактически отображение из Омега в R. Ну и получается, что как бы если мы рассматриваем здесь измеримое пространство Омега F, то как бы Кси ну как бы сохраняет структуру прообраз здесь Боррелевского множества, а это значит измеримое множество в этом пространстве, ее прообраз является измеримым множеством здесь, то есть попадает сигма-алгебру измеримого пространства. Хорошо, теперь еще один момент. По существу, что же нам как бы нужно проверить, чтобы убедиться, что какая-то числовая функция является случайной величиной? Ну, нам нужно проверить вот это условие, что какое Боррелевское множество мы на числовой оси не взяли, прообраз будет попадать в нашу сигма-алгебру R. Ну, это достаточно как бы вроде бы много, чего надо проверять. Оказывается, вот эту проверку можно существенно сократить или упростить. Давайте мы сформулируем это в виде утверждения. Предложение 2. Предложение 2. Пусть омега F вероятностное пространство и XI некоторое вот отображение вот так. Для того, чтобы XI была случайной величиной необходимой достаточно, чтобы для любого X из R. Ну, вот такое множество омега. XI от омега меньше и оборвняется X принадлежало R. Другими словами, вообще-то говоря, мы как бы можем ну, вот это условие, это можно сказать так, что любой полуинтервал XI минус 1 от полуинтервала минус бесконечность X, его прообраз попадает в сигма алгебру F. Так, вот это условие можно было бы вот так написать. Так, вот, таким образом, как бы мы проверку условия из определения случайной величины заменяем на проверку вот условия только лишь на полуинтервалах, так? Вот. Давайте докажем доказательство. Ну, доказательство, в общем-то, очень просто. Оно опирается, во-первых, на свойства взятия прообраза, так? Вот. И на вот предложение 1. И на предложение 1. Ну, действительно, давайте мы сначала отметим отметим свойства операции взятия прообраза. Взятие прообраза. ну, пусть, ну, поскольку мы уже рассматриваем вот кси, которая действует из омега в р, то давайте мы так и будем рассматривать. Вот пусть кси у нас действует из омега в р, так? Вот. и если мы возьмем некоторые и давайте отметим такие два свойства. Свойства А тогда если берем семейство Е Итых Е Итых это подмножество Р, так? Любое семейство, так? То кси минус один, то есть прообраз объединения Е Итых А, это уже множество в омега, так? равняется объединению кси минус один от Е Итых Вот. И аналогично с пересечением кси минус один от пересечения по И Е Итых тоже совпадает с пересечением прообразов от Е и Т Ну и условия В свойства В давайте свойства В Если Е содержится в Р так то кси минус один дополнение до так равняется омега ну дополнение до прообраза кси минус один от Е Ну эти все условия очень легко проверяются Мы берем вот пусть элементарное событие принадлежит сюда тогда оно принадлежит сюда и наоборот ну в общем-то это легко все проверяется поэтому я не буду останавливаться на их обсуждении это все достаточно тривиально поэтому вот мы будем использовать вот эти свойства операции взятия прообраза вот и давайте на основе их перейдем к доказательству нашего утверждения и так фактически что нам нужно показать нам нужно показать что собаку что прообраз любого баррелевского множества попадает в f вот ну давайте мы сделаем следующее давайте мы введем класс g класс g это подмножество на числовой оси g мы возьмем это те баррелевские множества так для которых кси минус один от b принадлежит f так вот и давайте заметим что g является сигма алгеброй g сигма алгебра ну что для этого надо проверить ну это сигма алгебра подмножество обратите внимание потому что у нас есть сигма алгебра подмножество омега это исходная вероятность на пространство а здесь мы берем сигма алгебру подмножество числовой оси поэтому давайте подмножество r так берем баррелевский так ну как это показать проверить три условия так в качестве омега у нас сейчас r выступает ну во первых r принадлежит g почему ну поскольку кси минус 1 от r это омега так у нас же кси действует прообраз все омега так кси минус 1 от r омега а оно принадлежит так сколько я в сигнал выбрал второе пусть некоторая b принадлежит g так ну то есть баррелевское множество и оно и его прообраз принадлежит f то есть кси минус 1 от b принадлежит f но тогда по свойству прообраза кси минус 1 от r минус b так равняется кси минус 1 от r так минус кси минус 1 от b а это а это омега так минус кси минус 1 от b а кси минус 1 от b принадлежит f так а следовательно здесь мы имеем дополнение к множеству которое принадлежит f поскольку f сегма алгебра то это дополнение принадлежит тоже f ну и наконец если у нас есть объединение но здесь счетное объединение там то свойства прообразов там без разницы было какое семейство оно могло быть счетным несчетным свойства прообразов выполняется а ну вот в данной ситуации для сегма алгебры у нас тут замкнут только относительно счетных операций поэтому мы берем счетное объединение скажем b n и каждая b n пусть это b счетное объединение каждая b n принадлежит g ну тогда по свойству прообразов ну что это означает это означает что x минус 1 от b n принадлежит f f для каждого n так но тогда x минус 1 от объединения n от единички до бесконечности b n по свойству взятия прообраза это объединение n от единички до бесконечности x минус 1 от b n каждая из них принадлежит f а f сигма алгебра поэтому и это все принадлежит f таким образом мы проверили что g сигма алгебра так под моложество r то что мы хотели мы проверили но g содержит наши полуинтервалы семейство полуинтервалов поскольку вот это условие это и означает что прообраз каждого полуинтервала содержится f так но тогда поскольку g сигма алгебра то по определению минимальная сигма алгебра от t а она как мы знаем это баррелевская сигма алгебра должна принадлежать в силу минимальности так ну и утверждение доказано так вот мы получили как бы простой как бы такой простой критерий для проверки того что кси у нас случайная величина вот иногда в элементарных книжках именно вот это вот и выносят в качестве определения случайной величины ну в действительности оно величит гораздо больше и это нам тоже понадобится итак давайте теперь дальше обсуждать ну вот теперь мы можем как бы обсудить и вопрос какие случайные величины будем назвать независимыми для этого давайте мы определение пусть кси случайная величина теперь мы знаем что это такое величина определенная на вероятностном пространстве омега f v тогда под сигма от кси мы будем понимать прообразы ну все прообразы баррелевских множеств надеюсь вот такое обозначение понятно да можно было бы написать более символично что прообраз баррелевской сигма алгебры мы обозначаем сигма от кси так вот из свойства операции взятия прообраза видно что сигма от кси является под сигма алгеброй исходной сигма алгебры так потому что она тоже будет замкнута относительно счетных операций так вот вот это сигма от кси называется это сигма алгебра рожденная случайной величиной кси случайной величиной кси собственно вот у нас возникала алгебра порожденная простой случайной величиной так вот это заменитель это давайте мы поэтому рассмотрим случай простой случайной величины посмотрим что собой представляет сигма от кси для простой случайной величины так вот ну давайте вот опять-таки для наглядности сделаем картинку вот у нас пространство элементарных событий вот у нас числовая ось так ну допустим что у нас есть простая случайная величина кси простая случайная величина она представима в виде линейной комбинации индикаторов так по и от единички до n скажем x и ты на индикатор д и ты так что это означает это означает что кси принимает значение только x1 x2 и так далее xn всего только конечно значение так а множество уровня это вот d1 d2 и так далее dn так то есть на d1 принимается значение все d1 переводится в x1 d2 переводится в x2 и так далее так вот и давайте посмотрим что собой будет представлять сигма от кси в данном случае так как мы ее определяем если мы возьмем какое-то Боррелевское множество так пусть Боррелевское множество так то тогда что собой будет представлять кси минус 1 от b а именно вот это вот эти множества и будут составлять сигма от кси так кси минус 1 от b ну понятно что это будет прообраз а прообраз он будет не пуст если только какие-то из x1 x2 xn попадут в b так то есть их прообразы тогда дадут там соответствующие атомы то есть это будет объединение по и таким что x и попало в b так атомов дитых то есть ну например в данном случае это вот сюда попало x1 x2 значит это будет объединение вот этих атомов d1 d2 так ну это не что иное как множество из помните а кси мы его обозначали так вот это алгебра порожденная разбиением декси так то есть по существу как бы в случае простой случайной величины мы приходим опять вот к этой алгебре порожденной разбиением так ну а для произвольной случайной величины это уже более сложная сигма алгебра но она и играет ту же роль что и вот для простой случайной величины вот это вот алгебра а кси ну вот нас формально как бы если брать интуитивную составляющую то как бы вот это вот сигма от кси это сигма алгебра можно сказать как эта информация в которой заключается в случайной величине кси вот если мы наблюдаем значение случайной величины кси то мы можем сразу же сказать какое из этих событий из сигма от кси произошло какое не произошло то есть это фактически имеет такую информационную подоплеку теперь мы можем вести вот такое определение случайной величины случайной величины называются независимыми независимыми порожденные порожденные ими порожденные ими сигма алгебра то есть сигма от кси 1 и так далее сигма от кси n ну а что означает независимость этих сигма алгебры если мы возьмем по множеству или по событию из каждой сигма алгебры возьмем вероятность совместного наступления это будет равно произведению вероятности потому что сигма алгебра она является и алгеброй поэтому понятие независимости мы вводили для алгебр так ну вот она суть другой вопрос что здесь уже сигма алгебры имеют гораздо более сложную структуру чем те которые были порождены простыми случайными величинами так вот там это все было порождено разбиением здесь уже как бы все гораздо сложнее но тем не менее понятие независимости вот оно таким же образом распространяется на произвольные случайные величины и оно согласовано как вот мы показали ниже оно согласовано с тем понятием независимости которое мы вводили для простых случайных величин потому что именно вот эти 7 алгебры для простых случайных величин совпадают с теми алгебрами которые порождены разбиениями хорошо вот у нас уже есть и понятие независимости есть уже вот такое общее определение случайной величины теперь мы давайте двинемся немножко дальше давайте мы восстановим вот мы хотели определить как бы распределение вероятности для произвольной случайной величины так но теперь мы уже знаем что такое случайная величина в общем случае так и вот мы можем определить вот этот объект Px в данном случае Px это будет уже теперь вероятностная мера на измеримом пространстве R B то есть на Боррелевской 7 она будет определена и каким она образом определяется ну очень просто для любого Боррелевского множества мы положим Px от B равная вероятность прообраза ну если хотите можно написать это иначе это вероятность события омега такого что Кси от омега попадает в B но это то же самое что ну из свойств операции взятия прообраза сразу же мы можем получить что Px обладает обладает всеми свойствами вероятностной меры которая которую мы перечисляли ну то есть она является там неотрицательной вероятность всего R равна единичке потому что прогресс это будет омега так вот теперь и счетная аддитивность если мы возьмем попарно непересекающиеся последовательность B1 B2 и так далее так то прообразы тоже образуют попарно непересекающиеся множество так и тогда Px от объединения по N от единички до бесконечности BN здесь мы напишем B и BG и пересекаются при и неравном G то мы получим сумму по N от единички до бесконечности Px от BN ну то есть Px это вот вероятностная мера но она уже определена на числовой оси как бы так и в дальнейшем мы будем все вычисления переводить точно так же на числовую ось как мы переводили для простых случайных величин но у нас еще возникает как бы проблема как определить математическое ожидание для произвольной случайной величины конечно что мы уже знаем из опыта даже дискретных случайных величин что математическое ожидание для любой случайной величины мы не сможем определить оно может оказаться неопределенным так вот но Но как мы можем это сделать, выделить класс случайных величин, для которых мы это определение можем дать? Ну, давайте мы начнем с того, что для простых случайных величин мы уже имеем определение математического ожидания. Так? Ну, когда мы рассматривали простые случайные величины, я говорил, что они важны не только сами по себе, но они играют и важную конструктивную роль в общей теории. Так? Ну и вот мы это проиластрируем следующими результатами. Теорема 1. Пусть, пусть кси неотрицательная, но когда мы пишем вот так, это означает для каждого элементарного события кси принимает неотрицательное значение. Пусть кси неотрицательная, случайная величина. Определённая на вероятностном пространстве омега-ФП. Тогда существует последовательность кси-Н простых, неотрицательных, случайных величин. Такая? Что? Ну, во-первых, кси-Н, монотонно возрастая, стремится к кси. Ну, если хотите, здесь можно от омега поставить для каждого омега, так? И ещё важное условие, которое нам понадобится в дальнейшем, когда мы будем, опять-таки, рассматривать свойства от ожидания. Вот, сигма от кси-Н содержится в сигма от кси для каждого М. То есть, как бы, мы с каждая случайной величиной, мы же говорим, мы связываем сигма-алгебру, порождённую этой случайной величиной. Так вот, сигма-алгебры, порождённые кси-Н, они будут более бедные. То есть, они содержатся в исходной сигма-алгебре сигма от кси. Итак, вот мы сформулировали эта теорема. Это так называемая аппроксимационная теорема. Другими словами, мы любую неотрицательную случайную величину можем аппроксимировать последовательностью, даже монотонной последовательностью простых случайных величин. Доказательство. Доказательство конструктивно. Мы просто-напросто построим эту последовательность. Смысл заключается вот в чём. Давайте я вот здесь уберу и нарисую. Постараюсь изобразить это как-то схематично. Ну, понятно, что я не могу вам нарисовать, как бы, омега достаточно сложное. Да, вот, допустим, что омега вот у нас, вот это вот омега, так? Вот это вот омега, так? Теперь, а вот это вот ось значений случайной величины кси. Ну, тогда мы могли бы эту случайную величину кси, ну, как бы, как графиком каким-то там представить, так? Так, я не знаю. Ну, где-то она там на бесконечность ушла. Вот. Так, давайте так. Как так. Тогда что же мы будем делать? Для каждого n, равного 1, 2 и так далее, мы проведём разбиение, во-первых, числовой, ну, неотрицательной полуоси от нуля до бесконечности, так? И в связи с этим разбиением, ну, давайте для n, равное 2, я нарисую. И мы введём вот такое разбиение с каждым n, равное 1, 2. Далее мы свяжем разбиение dm. Это разбиение пространства омега. Тут мы будем различать, где у нас числовая ось, где у нас омега, так вот. Каким образом? Мы давайте дельта n выделим, атом 1. Это будет у нас те элементарные события, для которых кси от омега больше либо равно, чем n. То есть, как бы, это прообраз вот этого всего, так? А через d, давайте мы здесь n обозначим так, а здесь k, так? dn, k, это атомы и другие, так? Это будет у нас те элементарные события, для которых k-1, поделить на 2 в степени n, меньше либо равно, кси от омега, меньше k, поделить на 2 в степени n. и k здесь у нас будет меняться от 1 и так далее до n умножить на 2 в степени n. Так? То есть, фактически мы взяли, вот, ну, в данном случае n равное 2. Мы взяли эти промежутки, так? Вот. Каждый промежуток на 2 в степени n разделили. Ну, n равно 2, значит, пополам здесь, так? Вот. Когда мы следующее дробление возьмем, у нас n равно 3, тогда у нас, как бы, дельта n, это будет прообраз вот этого уже полуинтервала, а каждый из них мы разделим уже на 2 в кубе, то есть... Так. А, здесь, вообще-то говоря, на 4. На 2 в квадрате мы делим, так? Здесь на 2 в квадрате. Раз 2 в степени n, то, значит, если n равно 2, то на 2 в квадрате мы делим, так? Ну, и тогда вот dn, dn, это вот разбиение, дельта n, и вот эти атомы, dn1 и так далее, dn. Ну, здесь последний индекс n на 2 в степени n, так? Вот. И давайте мы теперь xi nt мы определим как простую случайную величину. это n умножить на индикатор дельта n плюс... Время заканчивается, да? Ну, к сожалению, я не успел все это дело донести до конца, но сейчас попробуем мы хотя бы, чтобы остановиться на какой-то смысловой точке. плюс сумма по k от единички до n 2 в степени n, так? А здесь мы будем писать вот как раз k-1 на 2 в степени n, так? индикатор dmk. То есть, ну вот, обратите внимание, поскольку это разбиение, то это вот простая случайная величина, она вот таким образом определена. Ну, здесь как проиллюстрировать можно? Вот мы берем прообразы вот этих вот, вот прообраз, например, вот этого, да? это вот, вот это. Вот прообраз там другого, это вот, он распадется на вот это вот и еще вот, вот эту часть, так? То есть, это вот так устроены у нас d1, d2 и так далее, так? Вот это вот, это прообраз вот этого всего, то есть, вот мы берем, значит, вот срезка, вот это вот, вот эта вот вся часть, так? И так далее. Ну, и вот мы полагаем на каждом вот таком прообразе нижнее значение. Так? На каждом прообразе нижнее значение. То есть, вообще-то говоря, кси от омега на дк там, на вот этом, принимает, ну, значение между к-1 на 2n и к на 2n, так? А мы берем кси-нт, значение вот это. Ну, и теперь остается показать, что кси-нт неубывающая последовательность и то, что предел при n стремящемся к бесконечности, кси-нт от омега для всех омега равняется кси от омега. Ну, хорошо, поскольку у нас время закончилось и я не могу как бы делать накладок, давайте на этом поставим точку, а в следующий раз этого места мы продолжим лекцию. Продолжение следует...